добрый день друзья сегодня у нас 26 марта 2024 года город воронеж и очередная прогулка по городу прогулку проведем сегодня по московскому проспекту а сейчас мы находимся на окончании улице плехановской здание больницы уже когда-то красивое здание было сейчас состояние желает быть лучшим зимой песок сыпали в неимоверных количествах теперь еще полгода убирать будут после зимы больница номер 3 площадь заставы ну а мы через виадок над железной дорогой попадаем на московский проспект очень оживленная магистраль в сторону выезда на москву жилые дома подбираются непосредственно к железной дороге заправка практически во дворе жилого дома и московский проспект бизнес-центр московский подходим к перекрестку с улицей урицкого вот с правой стороны улица урицкого а вот 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 Довольно широкий тротуар, правда состояние не очень. Застройка в начальной части проспекта, послевоенная в основном. Перекресток с проспектом Труда. Перекресток с проспектом Труда. Перекресток с проспектом Труда. Перекресток с проспектом Труда. Стоит только ремонт сделать и здание на глазах хорошеет. Перекресток с проспектом Труда. Сейчас там находится неизвестно. Корпус политехнического. Труда университета. Во дворе еще горы снега не успели растаять. Перекресток с проспектом Труда. Бывший дворец культуры завода Коминтерна. Труда университета. А мы движемся дальше по Московскому проспекту. На противоположной стороне в советские времена экскаваторный завод имени Коминтерна находился. А сейчас часть зданий под бизнес-центры. Большая часть в разрушенном состоянии. Разрушенные корпуса. Улица Лидии Рябцевой. И поток автомобилей. Погода сегодня в Воронеже довольно теплая. Уходил было на термометре плюс семь. Но сейчас меньше не стало наоборот. На градус на два потеплело. Единственное, немножко пасмурно. Солнышко пытается пробиться. Но пока у него ничего не выходит. Солнышко пытается пробиться. Солнышко пытается пробиться. Солнышко пытается пробиться. Солнышко пытается пробиться. Практически все свободные места застраиваются. Дома. Растут как грибы. Растут как грибы. Растут как грибы. Растут как грибы. Солнышко пытается пробиться. Гимназия имени Никитина. На противоположной стороне автовокзал, центральный, затерялся между громадин и жилых. Ещё частный сектор присутствует. Со всех сторон наступают многоэтажки, потому что частному сектору недолго останется существовать здесь. Они растут, как грибы, громадины огромные. Вот он автовокзал. Торговый центр небольшой. Торговый центр небольшой. Громадина возводится. Подходим к перекрёстку с улицей 45-й стрелковой дивизии. Бывшая клиническая. Здесь тоже встречают нас громадины. И вот такой миленький домик старенький. После ремонта выглядит очень даже неплохо. Торонинка. Там немецкий домик. Горица. Горица. Торонинка. Слушай, какая-то небольшая улица. Вот первые этажи. Прочно оккупировали разные магазинчики, салончики. Чего только тут нет. Улица Беговая. Тоже потихоньку начинает застраиваться. Разорошенные дома. Видно, сносятся. Перебрались на противоположную сторону. Здесь расположен мемориал воронежцам, погибшим в боевых действиях и локальных конфликтах. Часовенка построена. Таблички со всеми конфликтами. Таблички. Только не приходилось участвовать нашим солдатикам. О многих конфликтах и даже многие не знали. За этим зданием Коминтарновское кладбище. Реставрация проходит, восстанавливают покрытие после зимы. Коминтарновское кладбище. Оно на данный момент не действующее. Только особо выдающихся подхаранивают. Но мы возвращаемся назад, на Московский проспект. Да, много зданий строится. Немного новых. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Скверик уютный у медицинского центра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здесь скоро, наверное, что-то вырастет. За забором огородили территорию. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Приютился у Большого. Тоже, скорее всего, бизнес-центр. Стекло и бетон. Подходим к перекрестку с улицей Хальзунова. Когда-то была границей города. И не так уж далеко. В 70-х годах прошлого века. На месте той высотки здание аэропорта было. И что дальше, взлётная полоса и поле аэродрома. А сейчас жилые массивы. Тоже велосипедисты вовсю. Мемориальный комплекс. В этой части проспект Широкий. Даже скверики существуют. И с одной и с другой стороны. Вдоль дороги. И если слева у нас ещё советская застройка, то по правой стороне уже более современные здания. Вот такой он, московский проспект. Транспорта, конечно, очень много. Если учесть... В час пик прошёл. И то достаточно много. А в час пик здесь сплошные пробки. Бассейн на противоположной стороне. Вот самокатчики уже вовсю насыются. Заметно потеплело. Скоро деревья начнут зеленеть. Сразу станет поярче, поприятней. В этом скверике даже убрали. Видно, что грабили и листвы старой нет. Улица Лизякова. Улица Лизякова. Улица Лизякова Куда ни глянь, Сюда корпуса, корпуса и корпуса. Кругом одни бизнес-центры, и налево бизнес-центры, и направо бизнес-центры. Библиотека-музей имени Пономарёва. Это огромный сквер, новые деревца высадили. Это очередной торговый центр, торгово-офисный. Небольшой храм на улице Шишкова. Справа уходит улица Шишкова. Вернее, здесь она заканчивается. А влево Бульвар Победы. Бульвар Победы. Это огромный жилой массив, довольно свежий. А мы продолжаем идти по Московскому проспекту. Тоже довольно свежий дом. Спорт-клуб. Эту часть сквера ещё не привели в порядок. Прошлогодняя листва лежит. Торговый комплекс Воронежский на противоположной стороне. Наконец-то солнышко пробилось сквозь тучки. Торговый центр Московский проспект. Наверное, один из самых первых торговых центров, которые в Воронеже появились. Переход. Да, как же расстраивается Воронеж. Чисто поле было. А сейчас людской муравейник. Военный городок. Здесь квартиры давали. Строился, вернее, он для возвращающихся военнослужащих с Варшавского договора после распада. А здесь продолжается строительство. И новые корпуса возводятся. Гостиница Патриот. Возвижников наツ��ном listе. Нarette80-25 и Натальевский садов. Проэзди тёркош-1-5 обострованнаяла. Здировался дорогой,했다 садовом, А здесь и домики не очень высокие. В те времена громадины ещё не строили. Начало 90-х. А сейчас город растёт и ввысь. Котлован готовят для очередной многоэтажки. Краны-экскаваторы работают. Краны-экскаваторы работают. Краны-экскаваторы работают. Краны-экскаваторы работают. Это автоцентр. И немножко сохранившегося снега. Улица Ломоносова. С правой стороны выливается в Московский проспект. Техникум пищевой, перерабатывающийся промышленности. Вот какая-то спортивная база. Теннисные корты. И площадка. И сюда добрались многоэтажки. Краны-экскаваторы работают. Да, как же растёт город. Чистое поле было. Уже целый квартал вырос. Кафе. Так, ну вот, дошли мы до областной больницы. Там в лесочке левее корпуса. Хотя Московский проспект ещё немножко продолжается. Там есть студенческий городок на девятом километре. По Московскому проспекту. Парк Олимпик. Но туда мы не пойдём. Пойдём сейчас на транспорт. И будем возвращаться. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Ставьте оценки. До скорых встреч. Подписывайтесь на канал. Продолжение следует...